Участников открытого Кубка области по чирлидингу было настолько много, что выступления команд разделили на два дня. На соревнования в спорткомплексе «Краян» приехали команды из Одесской, Киевской и Днепропетровских областей. Среди 870 участников почти не было совсем начинающих команд, соло и дуэтов. И взрослые дети уже обладают опытом и знают, как поддержать партнеров по команде. Мы должны друг друга поддерживать, даже если мы иногда даже бываем в разных каких-то сферах и настроение у нас поменяться. Мы должны все равно болеть друг за друга и должны быть одной командой. Мы говорим, что мы все сможем, что мы поиграем, что мы будем самыми лучшими. И что надо делать все самые лучшие эмоции, дотянуть руки, сделать жесткими, и чтобы у нас все получалось и ничего не забывать. Теперь чирлидинг развивается в Белгороднестровском и Вавидеопольском районах. Одно из лучших подтверждений мастерства спортсменов областной федерации – победы и медали на чемпионате Европы в Голландии. Из пяти дуэтов в Одессе четыре золота, серебро и две бронзы. Основным итогом года, я считаю, это победы на европейских стартах промежуточных. То есть раньше мы ездили один раз в году и побеждали сборными командами. В этом году мы начали ездить уже командами от клубов. И радует, что мы тоже первые. Мы первые в сборных командах и в клубных командах мы тоже держим первые. Благодаря обмену опытом, тренингам и семинарам в Одессе появляются и новые тренеры. Часто ими становятся лидеры своих команд. Навыки выступления дают ценные знания и подход к работе молодым спортсменам. Конечно, это очень важно. Детям важно не просто знать и слушать советы тренера, как надо выступать, а также видеть, что тренер тоже это может. И это их заряжает энергией, эмоциями дальше тренироваться и побеждать. Мы стараемся использовать метод кнута и пряник, потому что очень важно для детей и дисциплина, но также, если их не похвалить, то они будут все портить, можно так сказать. Поэтому стараемся и жалеть в чем-то, но в чем-то очень строго держать. Призеры всех номинаций представят Одессу на Кубке Украины 3 декабря в Киеве. Этот турнир станет важнейшим показателем класса работы черлидеров в этом году. В 2017 году в Одессе появилась конкуренция у нашей федерации. Это радует, потому что все равно весь черлидинг в регионе родом от нас. Но я с радостью могу отметить, что уровень наших тренеров, уровень наших спортсменов на много шагов вперед. И я вот очень хочу, чтобы это оставалось так всегда. Для этого мы учимся за границей, учимся дома, соревнуемся везде и планируем делать это на таком же высоком уровне дальше. Основной задачей четкой вот на этот год – это регионы, районы Отецкой области. В планах на следующий сезон – новые победы на Евроарене и повышение результатов на командном чемпионате мира.